Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. Подпишитесь, если вы ещё не подписались, и продолжаем с Humankind знакомиться. Культура Джо. Кстати, первая серия, на неё ссылка есть в описании к этому ролику. Лучше начать смотреть с неё, если вы не видели. Ну, а спонсоры уже давно посмотрели. Им, конечно, спасибо за поддержку. Джоу у нас... И на ещё три других культуры. О! И нам из Сириицы предлагают Non-Aggression Pact. Я, пожалуй, соглашусь. Я хочу посмотреть, могу ли я мир заключить... А то у меня 36... Ну, я проиграл битву. Я думаю, он откажется. Или это не сейчас. Но он ответил, что... И нежелательно, и невозможно. В принципе. Ладно. Город... А, ещё один ход. Мы тут... Странно. У меня, вроде, прошлым ходом тоже один ход писала. Надо. Стоим тут. Лечимся пока. Я так и... И я так и не понял, почему мы не видим... Территорию. Серьезно такое ощущение, что они просто не могут... Найти территорию, где встать. То есть, они взяли империю, но... Территорию для поселения до сих пор не нашли. Поэтому мы их и не можем встретить. Вот у меня такое ощущение. У нас тут ещё... Блин, я, наверное, не смогу собрать, да? Или сбегай всё-таки попытаться. Блин, я что-то сейчас словят хеты. Наверное. Ещё звёзды. О! Какое-то дело выполнил. Интересно, какое. Подождите. Подождите, подождите. Вот это вот. Непонятно что. Просто 50 дали. Не пойми за что. Прикол. Блин, он собрал. Ладно, пойдём-ка мы вот так. Потому что... Не хочу я там встречаться. А вот ассирийцы тут бегают. Не хочу я там встречаться... Может, второй город основали? Так, я хочу... Нет, ещё территорию, может, нет. Три территории всего. Там пять вроде как было. Так, я хочу основать город. Тринадцать ходов, между прочим. Слушайте, а он вообще апгрейдится... До тех скаутов? Или это... Это мои фантазии, что они могут проапгрейдиться. Игнорируют зоны контроля. Ну, похоже, просто обычные скауты в этих скаутов райдеров не апгрейдят. Хотя, может, ещё повыше встать. Там здесь территория моей столицы. Так, обработка бронзы. Это я могу медь обрабатывать. Давайте ирригации дальше. А где мой уникальный юнит? Кстати. Кто-нибудь видит мой уникальный юнит? Но это уже вторая эпоха. А, вот он. Кавалерия. Ну, пошли тогда, наверное, в колесо. Хочу мой уникальный юнит открыть. Ох, ещё что-то. Тоже первым нашёл. Винникунку. Кстати, а тут уже считается, что на моей территории барьерный риф? Да, принадлежит вам. Первым нашли мы. Плюс пять влияния. Капает тут? Не пишет. Но я думаю, что прибавилось. Плюс десять стабильный. Но это в городе. Это тут в городе или в аванпосту будет. Нормально. Нормально. Мне это нравится. А это что делает? В шестой циве она даёт два очка великого торговца и два очка великого генерала. А здесь... А, тут то же самое. Пять влияния, десять стабильности и десять денег. Хм. Странно, что все чудеса одно и то же дают? Так, медь. Надо добавить медь. И видите, я могу, например, кузню и каменные работы только с медью строить. Блин, а как там? Что-то у меня уменьшается. Видите, минус два из-за того, что я несправедливую войну объявил. И минус два от общего состояния. Так. Но мне надо как-то это повысить. Ну, то есть я не прав здесь был. Как бы видите. За счет этого у меня повышаются все эти... Так, давайте попробуем с альмеками теперь. А тут я ничего не могу предложить им. Странно. Потому что я уже что-то предлагал. Видите, только через три хода можно будет следующее предложение делать. Обсидианом мы торгуем. А у этих вообще... Я реально думаю, что они просто ничего не сновали. Они ходят и ищут территорию. Такое ощущение. Странно. Лечиться не могу. Хм. Как же это все-таки... Может, пока не открыта эта возможность? Ну, давайте к городу пойду. Подойду еще, посмотрю. Может, как-то в городе это можно сделать. Но лошади у меня есть. Если че. Необходимые. О, там сверху. Сверху континент еще. Или это может просто островок. Мы вчетвером на этом континенте. Хочу его границы очертить. Ну, тут явно вот эту территорию я смогу забрать. Наверное, вот эту еще тоже. Возможно, даже эту. Ну, смотрите, тоже лошадь здесь. Но у меня... Проблема, что у меня ресурсов, роскоши никаких вообще нет. Возможно, они в будущем откроются. Ну, и порт, наверное, тоже интересно открыть и... Так. Стал добывать медь. Стал добывать медь. Что нам следующее? Ну, что, может, армию построить? Ну, это минус к населению, как бы, будет. Ну, у меня и так три. Здесь. Ну, я бы уже дождался один ход. Один ход открытия уникального юнита. Вопрос, что? О, пять производства при Меде. И плюс одно производство за каждый район производственный. Плюс одно производство за каждую гору. Ну, очевидно, плюс два, наверное, будет, да? Или эти горы тоже будут засчитываться? Слушайте, а... Кстати, вот это вообще непонятно, честно говоря. То есть, как тут горы считаются? То есть, которые соседствуют с районами? То есть, будет эти две горы и эти две горы? То есть, это будет плюс четыре, очевидно? Плюс одна за каждой Стоунфилд и Роккифилд. А где у нас Стоунфилд? Ну, наверное, тут нету всего. Наверное, Стоунфилд это что-то типа... Да, вот, вот, видите, вот они. То есть, такие каменные плато, можно это перевести. А Роккифилд... Роккифилд... Даже не вижу, наверное, таких. Ну, не знаю, если оно работает именно от гор, то мне вот это повыгоднее строить, потому что оно сразу даст плюс пять. Заметь. А в производстве то же самое? Или, может, с кем я один ход что-то? Может, мне все-таки этого... Ну, блин, у меня скаутов и так дофига. С другой стороны. Блин. Может, плюс два к культуре? Да, и мне что-то кузню хочется построить почему-то. Блин, а с другой стороны это минус одно население. У меня и так три населения. Может, все-таки, может, юнитов бы построить армию и пошел с хеттами дальше воевать. А можно тут... А можно... О, тут даже можно на список переключать. А можно как-то вот пропустить ход, например? Чтобы не строить ничего. Нет? Ну, скауты бессмысленно. Хорошо, а апгрейдится в мои юниты кто? Кавалерия, да? Наверное, никто не апгрейдится. Бонус к силе, когда высокая стабильность. Блин, это, наверное, не мой случай, но то, что не на шесть клеток бегают перемещения, это круче скаута. Блин. Ладно, сейчас похожу. О! Темные глубины. Шахтеры... Слушайте, интересно, а за счет чего это произошло? Это вообще какие-нибудь отмечается? За счет чего? То есть вот World World, например, пишется за счет чего. Значит, самые темные глубины. Шахтеры и будущие шахтеры и их родственники из Хаудзина боятся. Временные традиции сильны. Многие считают, что мифистические звери из старых легенд вполне реальны. Сейчас ходят слухи, что какой-то медведь атаковал... Ну, мне кажется, то место, где мы... Знаете, это, скорее всего, из-за того, что мы медь добываем. Вот, куда мы атакуют эти вот шахты медные. Многие, вероятно, просто отложат инструменты в сторону и не будут ничего делать. Так, просто, ну, отменить. Так, исследовать. Послать сильного воина, чтобы убить этого, ну... Этого монстра. Ну, тут просто отклонить это, ничего дальше не будет происходить. А вот исследовать и послать воины, это кто-то придет к следующим последствиям. Ну, я бы, скорее, исследовал. Что, мало ли, что-то может быть. Еще тут празднество началось в городе. 10 стабильности на 10 ходов. Ладно, давайте кузню начнем. Не знаю, мне почему-то хочется ее строить. Потом в следующем ходе все равно я переключусь на... Вот. На моего уникального юнита. Ага, автоматически создает дороги между городами и аванпостами в вашей империи. Отлично. Значит, у нас дорога сразу... Тут провелась. Вот дорога, видите. Так, и я сразу начинаю... Ага, он требует 2 меди. Накопить прикол. Прикол, только следующим ходом сможем. То есть, одного воина и 2 меди. Ой, одного... Одну лошадь и 2 меди. Что-то теху, что ли, открыл здесь. А, так они тут... Опять заново появляются эти все интересности? То есть, надо постоянно пылесосить карту? Или там уже было? Я просто поставил... Забыл, что поставил туда идти. Ага, вот только сейчас силы... Вот только когда организованное... Как-то лучше даже перевести. Организованные воинские формирования вы откроете организованную войну. Тогда вы сможете в битвах использовать пополнение. Дополнительные войны смогут подходить. Так, давайте-ка мы письменность откроем. Хочу закон принять дополнительный. Так, сколько у нас там город будет делаться? 10 ходов. Может, стоило одним городом пока играть? Ну, с хеттами я точно хочу подраться. Блин, но у меня уменьшается желание войны все больше и больше. То есть, у меня осталось 4 хода, получается. Чтоб как-то это исправить. Блин, а сирийцы вообще будут... Как-то заселять? То есть, смотрите, тут альмейки... Альмейки влияют на территории хеттов постоянно. Причем влияние у них, у альмеков, на территорию больше, чем у хеттов. Естественно, как... На что это... Ну... О, я могу, между прочим, бесплатную территорию захватить или нет? Нету подходящего тайла. Смотрите, как оно работает? Еще раз. Немедленно конвертирует территорию в ваше культурное влияние бесплатно. Это, наверное, когда я на кого-то влияю, на чужую территорию. Тогда она ко мне переходит. Наверное, так. Ну, и мне, опять же, и это нету смысла запускать, потому что я опять ни на кого не влияю, я смотрю. Поэтому... Поэтому нет. Новые знания открыл. Кого мне дали? Воина. Поехали. Кого-то здесь. Какие-нибудь ассирийцы так и канут в лету. Ходят там своим племенем. Даже не думают ничего основывать. Это, конечно, прикол. А можно с альмеками открытые границы? Не, я уже один раз предлагал, да? Давайте... Открыть... Открыть... Открыть столетие. Я рада. Я рада. Так... Сан-Лоренцо. Два. Население. Уровень фортификации 5. У меня 15 почему-то. Так. Тут лечиться невозможно. Как нам так сделать, чтобы... Ну, а сейчас они, по-моему, лечатся. А так вообще уже 100 из 100. Так, они уже лечатся. Но проапгрейдить я все-таки их никак не могу, да? А, подождите. Так тут не накапливаются ресурсы. То есть я... Так как мне тогда свой уникальный юнит строить? У меня, в принципе, тут вообще только два ресурса меди. То есть я его, в принципе, не могу строить. Да. Так, я думаю, что... Мы, наверное, пока просто тут постоим. Эти мы объединим в три их сделаем. А, ну, сейчас мы увидим, что будет, когда... Дойдет... До нижней этой метки и... Что-то я буду вынужден чем-то заплатить. Хет там, очевидно. Обсидианом торгуем. Блин, тут у этих красителей он стабильность повышают вовсю. Тут тоже у меня повышается стабильность. Просто плюс 30 стабильности из неизвестно. Типа, фиг знает. Да, слушайте, ну, это... Мне, знаете, мне надо с альмаками начать торговать всем и попробовать у них медь. Но они ее не добывают, кстати. Они ничего это не добывают. Тут эти хотя бы вон добывают все. О! Религия. Основать религию. Политеизм? Или шаманизм? Десять веры, пять влияния. И я бы, наверное, шаманизм, потому что я все-таки культурная культура. Давайте шаманизм возьмем. А вот и религия появилась. Так. В левой панели вы можете видеть состояние религии вашей империи. Название вашей религии и религиозного лидера. На карте вы можете видеть территории, которые находятся под влиянием вашей религии. И чтобы повысить... Боже, они белым на белым написали. Вы не видите, не знаю, видно вам или нет, но тут вот есть название. Чтобы повысить религиозное влияние, вы должны создавать веру. Для создания веры вам нужно построить святые места в ваших городах. Некоторые культурные чудеса тоже могут создавать веру, когда будут построены. И, наконец, открыть тенетс – это не заповеди, а принципы, скорее, принципы, которые влияют на вашу религию. Максимум, может быть, 40 последователей. Поменять религию можно. Но я не буду переименовывать. Как я понимаю, принципы я тоже пока не могу открыть. Тут еще несколько уровней, кстати, их будет. Увеличение населения у нас. О, еще звезду открыл за счет чего? У нас две звезды по техам. Но у меня все-таки крутой район на науку. Я явно тут три звезды в этом наберу. Тут я взял за население. Территории. Районы. Деньги. Юнит. Ну, я, наверное, юнитов бы построил побольше. Очевидно. О, еще очко цивиков дали. Так. На самом деле мне не обязательно вот этот цикл. Я тут два выбора. Либо легитимность, либо на армию принимать. Так. Состав армии. конскрипт это ополчение. Ну, набирается и призывники. А это профессиональные солдаты. Значит, плюс одну к силу всем юнитам. Либо создание юнитов на 20% дешевле. Блин, я, наверное, создание юнитов. Ладно, давайте легитимность посмотрим. Позволяет делать статус празднования всех городах. Ну, и так там празднование идет в столице. Присоединение аванпоста минус 20% и поглощение города стоит на 20%. Нет, давайте я возьму, пожалуй, вот это ополчение, чтобы... А, модифай. Ну да, изменяет создание стоимость производства юнитов на 20%. Вот это я, пожалуй, приму. А почему мне тут... А почему мне не хватает очков? Я же вроде как раз открывал... А, вот мне письменность даст. Ладно, тогда нет. Через два хода только смогу принять. Ладно, сорян. Интересно, как-то хеты будут поглощены? Как это тут произойдет? Вот тут 17%... Когда тут станет 100%, что произойдет с этой вот территорией? 3,6... Ну, написано, что... Станет альмекской через 6 ходов. Вообще-то. То есть там альмеки прям культурой... Влияют-влияют. А персы будут вообще... А выпустите персов погулять. О! Гексосы появились. Вот и минорные... Племена. Эти настроены недружелюбно. Так, а сирийцы предлагают торговать всем, чем угодно. Я приму, но... Блин, у вас же нету ничего. У вас же просто ничего нету. О, у меня ушел... И через 3 хода уйдет этот бэджик. Видите? Только я так и не... Пока не понимаю... Где-то было раньше написано, что этот бэджики значит. И как и на что они влияют. Так, очередное событие... Называется... Защита... Птицы? Искусство гадания распространяется по всей империи. Священники ищут послания от богов во внутренностях животных, в полетах птиц, в движениях звезд, в священных отварах и в других местах. Однако сейчас эти практики стали настолько обыденными и причудливыми, что вся империя скатывается к хаотическим суевериям. Даже режим питания цыплят интерпретируется военачальниками. Что делать? Так. Мы должны быть открыты всем этим знаком. Празднование опять происходит. Запретить фанатичность в столице. Повыситься... То есть плюс 25% веры в столице. И использовать логику и экспериментаторство. Плюс 5 науки. Давайте вот это. На научный у нас будет. Научный путь больше, чем... Религиозный. Три науки всего лишь. Так, альмейки тут территорию захватывают. Ну не могли же ассирийцы откуда-то приплыть? Я уже с ними договорился открыть наши столицы. Я их в столицу не видел. То есть они реально не основали город, похоже. Что, конечно, странно. А что нас спасили? Как-то вообще показывает их сила. Милитарист плюс 1 и плюс 100% денег от разграбления. Так, они... Жестокие. Экстраверты. Они никогда не сдаются. Так, а что про хетов? Жестокие. Милитаристы. Импульсивные. Они всех атакуют, кого видят. А, вот поэтому и атаковали в моих... Ну, когда меня увидели. Так. Два хода осталось до того, как мы узнаем... О, могу священное место строить. Плюс 20 веры. Плюс 20 стабильности. Ну, мне... Ну, блин, 10 ходов. 10 ходов. Мне кажется, это дофига. Давайте лучше юниты. Блин, а альмейки... Случайно медь нигде, да? Не добавили? Они вот добавили шафран. Почему-то невозможно. А, я не могу себе позволить. У меня денег не хватает. Для покупки. Очевидно. Блин, что же делать с юнитами-то? Так, а что у нас с производством? Кузня плюс 5 дает. Только плюс 5 и все. Не, ну, священное место 10 ходов. Давайте вот так парочку юнитов сделаем. Тем более, это мне даст... Даже 3 юнита надо. Не даст звезды. Рыночный район. Торговля... Продуктовый рынок. И... Дом песцов. Ну, переписчиков. Давайте так. Песцы у нас... Здесь дискредити... Дискредитировано слово. Плюс одна наука за каждого исследователя. Так, вот теперь... О, еще какую-то... Первым открыть письменность. А первым открыл письменность. Еще 50. То есть, я тут пославие в два раза всех опережаю. Так, ну, давайте... Что я тут выполнил, посмотрим. Это вообще просто непонятно в очередной раз. Так, первым открыл одно чудо. Первым открыл письменность. И первым открыл другое чудо. Так, ну... Время... Принимать... Цивик? Так, а как... Стоп, а как у нас в цивик-то перейти? Империя. А, вот. Да, есть. Так, а еще у нас независимые люди открылись. Ну-ка, тут что? Армия наемников на 20% дешевле их покупать за деньги, а не строить. И... Стоимость ассимиляции на 20% меньше. Нет, давайте вот на 20%, как я и хотел, стоимость... Давайте проверим, что оно реально влияет. Чтобы быть уверенными. Значит, у нас здесь... Воин один ход. Ну, 85 производства. Давайте так. 85 производства. 85 производства лучник. Принимаем цивик. Да, 68. 68. Отлично. Мне это нравится. Так, давайте сразу... Двух воинов. Все. Жители у меня тут закончатся, по идее. Так, смотрим, что у нас тут. Там кофеек вообще еще мне дали. Еще одного воина дали. Так, тогда можно пока отложить тут строительство вот этого. Наследие... Не, судьбы свободных городов. Мир, как всегда, разделен на правителей и управляемых. Великие империи, гордые независимые города. Вы боретесь с другими империями, но вы не должны забывать о роли, которые могут играть эти свободные города. Ну, это у нас цивик открылся. А, видимо, ассимиляция вот этих вот свободных городов. Вот это про ассимиляцию имеется в виду. Точно, точно. Пока, правда, только один... Только гексосы почему-то есть у нас. Так, ирригацию. Нет, или... Давайте организованную армию. Все-таки схеда. Сейчас следующим ходом, по идее, что-то должно произойти, когда до нуля упадет. Видимо, вот это будет сдача автоматическая. Давайте глянем. Изменение отношения. Я вассал. Прикол. И что это делает? На что это влияет? Настроение тираническое. Так, вассалитет. Лассальные империи. Стратегические и... Стратегические ресурсы и люксы теперь делятся между двумя империями. Прикол. Отказывается от государственной религии. Ну, там, по-моему, у этого же нет вообще никакой религии. Если я ничего не путаю. Итак, дипломатические отношения. Дипломатические отношения вассальной империи полностью определяются и к сюзеренам. Ну, понятно. Теперь переплетены. Распределяется между двумя империями. Сюзерен определяет государственную религию своего вассала. И влияние вассала способствует расширению сферы влияния их синьора. Военная разведка свободно передается между империями. Ну, как бы... А в чем минусы? Я тут получил кучу люксов, получается. В чем минусы? То есть только то, что мы будем с кем-то случайно... Ну, внезапно воевать, если что, так и... Ну, минус в том, что ты вассал. Ну, выглядит пока вполне приемлемо. Так, что у нас со звездами? А, уничтожить шесть военных юнитов. Уничтожить шесть военных юнитов, а не построить. Ну, тем не менее, все равно. Блин. Неудивительно, но никакого бешеного монстра обнаружено не было. В экспедиции не нашли ничего, кроме бесконечного туннеля. Как только они узнали лживость слухов, издевались над солдатами, которые наносили удары во тьму, ожидая чудовищных ужасов. После многих дней заточения под землю, экспедиция вышла на солнечный свет измученный, деморализованный и престижный. Итог позор. И у нас в течение десяти ходов будет минус одно передвижение всем юнитам. Да, неприятненько. Неприятненько. Хорошо, а как-нибудь это повлияло на... Нет, все равно... Альмейки. Блин, а тут уже вообще просто вот уже коричневым, типа, нарисовано. Это нормально? Ну, это столица, все-таки, наверное, альмейки не могут столицу прям захватить. Я сейчас под настрой юнитов объявлю войну хетом опять, но вассалитет вроде выглядит прикольным. Все равно. И это, кстати, хорошая идея, то есть... Чтобы игроки как бы не проигрывали, чтобы война эта была реально доводом таким... Важным. Так. А сюда как-нибудь сюда пройти? Так, слушай, не знаю, после лучника надо что-то другое строить. Мне тут хватит юнитов. Блин, а что же тогда скаутов? Ну, я уже практически всю территорию исследовал. Ну, юниты, может, тогда... Или построить еще лучника. Ладно, давайте лучника. В армии может быть 4 ю... Пока не больше 4 юнитов. Неизвестная империя египтян. Наконец-то последняя империя. Это только сейчас? Это какой ход вообще? 40 какой-то? Они только сейчас сделали египтян. Ну и вон... А сирийцы, по-моему, до сих пор город не поставили все еще. Это, конечно, охренеть. Это вообще нормально? О, какая-то другая империя какое-то дело сделала. И это первая империя, которая сделала из дела, кроме меня. Ну, можно промотать. Да, хеты. А! Понятно. Это за счет меня они это выполнили. Стали сюзереном другой империи. Прикол. Прикол. Сейчас мы границы нашего континента полностью откроем. Ну вот, независимые люди. Они объявили это своей территорией. Но дальше не будут расширяться, потому что это просто, вот знаете, как город-государство. В шестой циве. Давайте глянем, что это у альмеков вообще. Скаут. Скаут. Воин. И два скаута. То есть альмеки сделали меня вассальным государством только за счет одного воина. Та вот проигранная одна битва. Но это как-то, конечно, ну, too much, мне кажется, в данном случае. Нет? О, цивик. Очки цивиков заработали. Ну что, будем что-нибудь принимать? Ну, что ассимиляция, что вот это... Мне кажется, вот это все, как бы, пока мне не нужно. И покупка армии за деньги не нужна. Поэтому давайте пока не будем просто принимать. Когда у нас второй город появится, четыре хода. И надо мою армию соединить всю между собой. И нанести ответный удар. По хетам. Бараки позволяют на 5% дешевле стоить строить юниты. Вот тут прям даже не знаешь, стоит ли воевать. Так, тут три звезды я получил. Одну звезду за эстетство. Территория. Ну, скоро третья территория будет. И мне к тому городу еще одну надо будет присоединить. Чудеса я могу объявлять, когда достигаю определенного количества культуры. Давайте посмотрим, что мне тут хочется. Висячие сады. Плюс 20 стабильности. Плюс 2 стабильности за каждый район. Плюс 100 славы. Добывает любой ресурс роскоши из того места, где построены висячие сады. Но, собственно, и можно строить только на ресурсе роскоши. У меня нет ни одного ресурса роскоши. Пирамиды Гизы. Стоимость строительства районов на 25% меньше. Должен быть расположен рядом с рекой. Стоунхенш. 10 еды от Кареллиони. Ну, это какой-то... Какие-то территории, что ли, определенные. Государство единоверцев. Это государство-единоверец. Плюс 20 веры. Ну, это опять же... Вот в Humankind вы объявляете, что вы строите это чудо, и больше никто его не сможет потом построить. А храм Артемиды... На веру ваши юниты игнорируют... Передвижение через леса. Хм... Ну... Давайте глянем, я могу ли вообще пирамиды построить. Это у меня тут рядом с рекой. Ну, в принципе, могу. Ну, блин, я думаю, либо пирамиды, либо... Ну, мне, наверное, пирамиды больше нравятся. Давайте пирамиды объявим. Мелодия... Для каждого, на любой случай. В многолюдном культовом городе музыканты являются важной частью местной культуры. Ну, имеется в виду наша столица. Частью местной культуры из давней истории священных обрядов. Они привносят благородство в религиозные ритуалы, веселья во дворцовые торжества, улыбки больным и немощным, мужество для марширующих армии от влечений богов. Увы, их пока мало. Так, ну... У нас тут два варианта. Музыканты помогут коммерции. То есть, плюс пять деньги и плюс две науки на три хода. Либо я заплачу шестьдесят монет и плюс десять производства. Давайте лучше вот это. Но и это все ведет к каким-то еще последствиям в дальнейшем. Так. Столица. Что-то пирамиды. Только рядом с рекой, видите, строятся. Но семнадцать ходов. Как-то долговато. Конфуцианская школа. Десять науки. Две стабильности. Но минус два. Может, все-таки производственный район какой-нибудь построить. Давайте, наверное, производственный. Потом посмотрим насчет священного места. Так, ирригацию давайте. Пять день. Ну, конечно, тут рынки не так много приносят, как в той же в Циве. Вот так. Просто приятное дополнение. Фонтан. Общественный фонтан. Ирригация. Да, ну, по очкам славы я тут, конечно. Так, ну мне надо еще набрать две звезды, чтобы в следующую эру перейти. Ну, через войну может все-таки повоевать с хетом. То есть я, в принципе, хетом, как я понимаю, в любой момент могу объявить войну. Предателем, правда, стану. Так, а у нас с альмеками... А, с альмеками я не могу никакие дела иметь, да? Так как я вас ссал. О-кей. Блин, ну, тут, конечно, фигово, что они с дороги сошли, ну да ладно. Так, это у нас, значит, получается... Воин и два лучника будет. Тут воин бежит и тут воин, да? Ну, это далековато. Ладно, я тогда пока этой армией начну. Какие-то действия. Так. Давайте-ка мы тут ускорим город. И... Так. Тут маловато производства. По конфуцианская школа. А тут... Тут гор нету, к сожалению. Тоже слабенько. Еда. Шесть. Ну, тогда минус к производству будет. А, давайте, наверное, с добычи лошадей начнем. Потому что это тоже добавляет ресурсы, которые под этим... Расположены. И потом, потом... Вот это. Так, на рост поставлю. И после лошадей... Эти поставил. Загоны. Для... Для лошадей. Нет, 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 нет. Показывал, что уже так пойдет. Ну, что за фигня. Так, пять монет дали. Ирригацию открыли. Блин, может мне этих как-то... Тоже юнитов? Объединить. Давайте-ка я их объединю. Так, и так. И этих... Этих буду подводить еще. А эта армия уже сейчас объединится. И мы пойдем... Тремя военными юнитами, тремя скаутами. Я думаю, норм повоюем. За свободу Кореи. Так, игры пророчества. Ну, новая... Ну, новая настольная игра распространяется по... Вашей империи. Так, либо мы ее не поддерживаем. Либо... А, тут... То есть, мы не очень, как проэтир, не очень хорошо играем в эту игру. И что нам сделать? Чтобы все молчали. Тут просто заплатить 80 монет, и ничего не будет происходить. Позволить людям шептаться об этом. Но это минус 5 к стабильности. И... Либо прислушаться к... Божественному и приготовиться к худшему. Минус 2 науки. Ну, я бы это взял. Не хочу снижать стабильность, честно говоря. Блин. Закончился статус learning, который был... Так, значит, тут у нас... Вот статусы, которые тут находятся. Празднование. Следующим ходом закончится. Минус 2 науки через 10 ходов. И overproductive. 8 ходов. Так. Порт. О, фига здесь порт. Прилично будет давать. А мы вообще открыли что-то на... Пентаконтеры. Пентаконтеры. Вот у нас первый... Морской юнит. Нужен ли нам... Я бы... Я бы, наверное, все-таки... Священ... Блин. Или... Или... Конфуцианскую школу следующую. Давайте Конфуцианскую школу. Ну, блин. Прикольный, уникальный... Район. Тем более, что у меня тут горы есть. Ты спросил слишком много. Нет. Только в моем. А, я не могу сюда передвинуться Блин, он Территория к нему перешла Ладно, значит, этот юнит в следующем ходу Мне кажется, его выкинет за территорию Должен, во всяком случае, быть выкинут Так, этим юнитом Вот сюда пойду потихоньку грабить Я уже, наверное, буду сейчас Объявлять войну Так, так у нас скауты должны Сзади ведь Позади основных войск Вот так Что-то я не вижу, чтобы Территория к альмекам переходила А, уже Уже влияние хетов выше То есть, тут будет постепенно увеличиваться Написано Наверное, сюда надо идти Да, ну Но, все-таки я Недоволен, как бы, итогом То есть, у меня Был убит скаут Здесь Я потерял вассалитет Внезапно Потерял, в смысле, независимость И стал вассалом Просто из-за того, что у меня был Один когда-то убит скаут И после этого просто ничего не происходило Согласитесь? Немножко странный итог Итог наших действий Что мы больше к автократии, чем к порядку Перешли Вот что-то тут дымится так Над городом Легкие выхлопы Да, кстати Я хочу Здесь аванпост поставить Давайте мы, наверное Одного скаута Отсюда выделим И аванпост Я хочу Где? 1383 Это для этого города Вообще, побольше бы производства Скорее 511 Ну, давайте здесь Не буду пока принимать цивик На снижение стоимости аванпоста То есть не дадут мне тут двигаться, да? Ну, и что делать? Кстати, торговля обсидианом продолжается Просто пропускать ход этим юнитам постоянно Феньхау Феньхау растет Так Эти скауты я бы хотел вот этих Перехватывать А тот идет аванпост ставить Блин, напал А можно мне вот Как-то Я бы с удовольствием С вашей территории отступил Но я же не могу никуда отступить Ну что, возмутимся? Или это не сейчас пока? Кстати Он уже Добывает Не могу, да? Позволить себе купить Медь Надо еще одну медь Чтобы мой уникальный юнит Начать строить А, блин, сюда будет идти Ладно, подождем Так, тут мы постоим Дождемся объявления войны Блин, вон там еще бегут юниты у него Но это все скауты У меня тут хотя бы воин есть Видите, 32 на 13 Фигася А почему у него скауты сильнее, чем мой воин? 13 силы 13 силы 18 14 Непонятно За счет чего У него два скаута сильнее, чем мой воин и скаут Хотя у меня даже скаут сильнее, чем его скауты Опять какую-то Ага, шесть районов построил Так, ну мне остался Осталась одна звезда Какая-то И два цивикпоинта у меня есть Может все-таки Ладно, давайте вот это приму Присоединение аванпоста на 20% дешевле А вот это пока Я думаю мне не надо Тут у нас Аванпост Ставлю 5-11 Ну да, давайте сюда Так, ну че Пора войну объявлять, я думаю Хотя нет, пройти не могу пока Видите, тут Два юнита Хеттов Я бы их Завалил Да, блин Поймали все-таки Ну давайте автобитва Убьют явно О, я победил О, слушайте И инфлюенс бомб Я могу сразу что-то сделать А Что конкретно А, то есть Я могу вот сразу территорию Нет, конверт Не, ну а зачем Она сама и так будет уже Моей Может не стоит использовать Хотя это бесплатно Грубо говоря Не знаю Надо подумать Я опять не могу походить Ну вот это странно Экази механика По идее Хотя бы должны выкидывать А то получается Я застрял на этой территории Ничего не могу сделать Так, построил Ну давайте уже Священное место Наверное Я так говорю Что пофигу где Там какие-то вообще Просто 20 веры 20 стабильности Плюс 2 стабильности За каждый район И плюс 5 веры В священном месте Давайте посмотрим К религии постепенно пойдем Ух ты Минус 2 населения Между прочим То есть там Аж 2 священника У нас такие Тусят Так, хочу наблюдать Куда вот эти вот ребята Сейчас побегут Все Умерли там Одна из ваших армий Была уничтожена Да Там Воины не добежали Что у нас тут Скауты Ооо А тут у него Пикинеры уже Ну все равно Объявляю войну Хеттам У него кстати Желание войны Тоже очень низкое Мне кажется Сейчас я Выиграю Одну битву И уже будет Достаточно Отступил Так, а почему Тут я разве Походил уже? Ооо Я встретил всех А как это? Ты интрига меня Давайте поговорим Уфига себе У нее притча Не согласна Не согласна Открыть столицу Это у нас кто? Микены Начнем С торговли В общем Изабелла Ну они что-то Долго Соображают Да? А, ну они И потом Ответят Это Не важно Особо Вавилон Альмейки Предложили Торговлю Ну потому что Так Но не могу Пока я у него Ничего купить Не хватает Денюжков Ассирийцы Но нагрешив Пакт Согласен И С Ну милицами Торговлю Как я Почему я всех Открыл Интересно Просто Просто С чего бы Это вдруг Сразу Минус Пять Да Слушайте Что-то у них тут Мне кажется Не то работает Как-то Слишком Быстро Так Где тут Армии У него Минус Пять Наверное Из-за Отступления Произошло Где-то тут По-моему Армия Бывает А это Альмейки Там Ассирийцы Но у меня еще Передвижение Снижено Правда Один ход Остался Буквально Грехи Отцов Открытие Рождения Письменности Теперь позволяет Записывать Кучу всего И например Долги Людей Раньше В прошлом Долги умирали Вместе с ними А теперь они Переходят К Их Наследникам И вот Фенгао Политические Лидеры Желают Убрать Эти долги У всех Кто Сделает Этот город Своим Домом Что вы Скажете На это Либо заплатить Сто монет И два жителя Фенгао Получится Либо запретить Но тогда Будет Плюс пять Монет В городе На десять Ходов Либо То есть Ну Поддержать Запретить И Ограничить Всего Один Давайте мы Наверное Вот это Выберем Я хочу И деньги Оставить Но и Житель Неплохо Так Но Ногресив Да Согласимся Так Ну Небийцы Тоже Микенцы Короче Со всеми Но Я так и не понимаю Как я их встретил Честно говоря Так Как у нас тут Дела Минус три Мне надо У меня Четыре хода Что-то сделать Что-то Это Серьезная Фигня Тут Я проиграю То есть Надо Давайте Потихоньку Идти Надо Смотреть Какие тут Юниты Есть Слушайте А может Это Разграбить Пока По идее Он не должен Там Добежать А Десять ходов Нет Десять ходов Нет Десять ходов Это Долгое Я их поймал Но он Отступил И это Опять Будет Сейчас Минус Идти Ему Да Это 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 Война Явно Выиграна Должна Быть Вот Я могу Ну 150 Кстати Силы Это Чтобы Вот Смотрите Теперь Он Моим Вассалом Становится Нет Я это Не могу Давайте Просто Он Репарацию Заплатит Я не хочу Это Продолжать Что Он Реально 575 Монет Заплатит Да Кайф Так Ну Мне бы В следующую Эру Перейти Что я могу Сделать А Вот Я сейчас Деньги Походу За деньги Должен Получить Звезду Мне Так Кажется Так Ну Что Присоединим Эту Территорию К Фенгау Я думаю Отличненько Так Ну и дальше Будем Наверное Эту Территорию Присоединять Эту Ну тут Блин Меня смущает Что тут Нету Никаких Ресурсов Я уже Повторяюсь В который Раз Так Хорошо Тогда Тут Мы Можем Продолжить Исследование У меня Здесь Скаута А Блин Так Слушайте Как бы У меня Открытые Границы С Этими Это 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 Что Вы Нужно Видать Ну Непонятно Соглашается Он или нет Так А с Этими Так Тут Я пока Три Хода Ничего Не могу Предлагать Значит Понятно Этот У нас Стоит Просто На месте Вот Это Тоже Недоделка У них Явно Появляются Закрытые Границы И ты Не можешь Ничего Сделать Так Армию Я бы Наверное Куда-то Вот Сюда Повел Если Появятся Какие-нибудь Варвары Например Так А этих Скаутов Давайте Сюда Возможно Там Что-нибудь Поиследуем Так Что У нас Тут Так Какая-то Другая Империя Ага Построили Священное Место Эти Альмеки Выполнили На 100 Славы Нет Не засчитали Мне То есть Это Видимо Мне Надо Все-таки Именно Накопить Своим Ходом 660 Монет Блин Так 12 Районов Ну Короче Мне надо Еще Одна Территория Тогда Очевидно Давайте Вот Эту 70 Да Ну Тут Снижается Из-за Этого Да Но У меня Повысит Стабильность Stone Rings Поэтому Давайте Вот Эту Территорию Я Наверное Присоединю Давайте Подумаем Где Так Можно Мне Включить Ресурсы Спасибо Ну Это Вообще Большая Область Я бы Где-нибудь На реке Ставил 17 6 24 С другой Стороны У меня бы Рядом С горами Потому что Я тогда Район Свой Неплохой Могу Поставить Давайте Вот Здесь 11 6 Если Это Я не Третий Город Это Я Буду Район Присоединять К Этому Столице Так Что Я построил Ну Плюс 8 Тоже Неплохо Уникальные Райончики Строим На науку Так Изменилось Отношение Ко мне Одной Из Империи Может Слушайте Может Мы Все Империи Открыли После Открытия Какой Нибудь Техи Что Мы Тут Открывали Последнее Да нет Нету Никаких Сообщений Кстати А мы Не можем Открывать Техи Следующей Эпохи Пока Не выйдем В эту Эпоху Отлично Так Кто Тут Ко мне По-другому Относится Вавилоняне Они Ищут Помощи Какой-то Ага Ну Пока Ничего не Меняем В наших Отношениях Так Скаутов Ага Видите Вот тут Уже Альмеки А мы Влияем Уже Друг на Друга Или Нет Да Начинаем Влиять Видите Это Больше Под Моим Влиянием Вот С этой Территорией Надо Будет Что-то Еще Сделать Потом Ну Будут Какие-то Ресурсы В будущем Наверное Следующие Эры Какие-то Ресурсы Так Ну Следующим Ходом Я Похоже Выхожу В следующую Эпоху Получу Звезду За Территорию Так С сирийцами Торговля А Они Все Еще Не Поставили Город Между Прочим Кстати Смотрите Хеты И эти Уже Вышли В следующую Эпоху Ну И Кем Они Стали Они Все Еще Хеты Эти Все Еще Хеты А Микенцы Все Еще Микенцы Так Ну Я Вот Теперь Думаю Можно Увеличить Туризм Запустить Могу ли Я С Альмеками Что Не Договариваться Так Пока Нет Два Хода А С Хетами Могу Так Давайте Торговлю Предложим Странно Написано Что я Тоже Получил Это Так Что Что бы Я С Ними Хотел Поторговать Вообще Мне не Показывают Какие Бонусы Эта Фигня Дает Так Хорошо Давайте Давайте С С Альмеками Что Восклицательный Знак Был Немножко Тут Глючит Дипломатическое Очевидно Пока Я не могу С этой Меди Торговать Тогда Ладно Так Давайте Красителями За 109 А как Долго Интересно Торгуется Так Плюс 5 Во всех Моих Городах Плюс 5 Производство Плюс 5 Стабильности Так И давайте Наверное Шафран 270 У меня куча Денег Они мне заплатили Дань Я думаю Имеет Смысл Плюс 5 Одна Еда От Районов Которые Еду Производят Так Чужой 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 Территория И при этом Отсюда Я не могу Да Видите Армия Треспасинг Но как Я не могу Отсюда Никуда Деться В этом Проблема А Во Могу Отлично Фуф Чудом Ушли Чудом Так Священное Место Построили Стабильность Начало Увеличить До 92 Процентов Так Где нить Еще Священ О 10 Науки Стоит Ли мне Так Это Прям Население Растет Сколько У меня Жителей Три Три Доступных Жителя Ну Давайте Вот это Проверим Как оно Работает Плюс Одно Производство От гор То есть У меня Как минимум 5 гор Должно Здесь Быть По идее Реально Сколько 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 Она На самом Деле Даст Прирост Поменялось Отношение С Египтом Видите Требуется Поддержка Увеличивается Население В городе И Надо Присоединить Вот Эту Территорию О Альмейки Подозрительные Ко мне Но Предлагают Но Агрессив Пакт Согласен А как у нас С хеттами Плюс Один И у них Плюс Один Написано Плюс Один Из-за Того Что Просто Желаем Мир Так Что Хотят У нас Вавилоняне Торговля Согласен Что у них Есть Поторговать Но Это Какие Дорого А нет Недорого 177 Всего Лишь Конечно Берем Хотя Тут Всего лишь 5 стабильности Как бы Нам это Даст Ладно Подождите Давайте Подсерпим Может тут Египтяне Еще Интересного Так Инсенс Мне не очень Это Благовония А Камни Дополнительный Ресурс Стайлов Которые Производят Ну Тоже Такое 279 Ну Наверное Все Таки Тогда Наверное А с альмеками Ладно Обсидиан Я торгую А кофе 120 Что будет давать Вот Две еды За каждого Фермера Вот это Круто Лучше Кофе Так Что у нас По Культурному Влиянию Тут Альмеки Начинают 15 4 4 10 Ну короче Вот эту Надо территорию Сейчас Присоединить Очевидно И вот Последняя Звезда Так Этих ребят Я вот тут Наверное Пускай тут стоят Пускай тут стоят И мы выходим В следующую эру Так Давайте сейчас Выбирать Я в прошлой В стадии Неправильно Сказал Что Даются Все остальные Культуры На самом деле Ну в смысле Культуры прошлой эпохи На самом деле Тебе дается Выбрать Вот культуру Джоу Оставить Как бы Ты можешь просто Оставить И продолжать В нее играть Либо взять Одну из десяти Культур Следующей эпохи Но это давайте Уже в следующей серии Я подумаю Конечно Хочется дальше Пойти По китайским Этим Но Кто Как бы Тут Ближайший к Китаю Получается Маурия Но они Как раз тоже На науку Кстати Но давайте Я уже в следующей серии Выберу Хорошо Спасибо что смотрите Спасибо спонсорам Что поддерживают Для них я Пораньше это Видео Выложу Играйте в умные игры И всем пока Спасибо что досмотрели до конца Я Алексей Халецкий Тот кто сделал Это видео Пользуясь случаем Хочу попросить вас Поставить лайк Оставить комментарий И поделиться Этим видео Со своими друзьями Или в социальных сетях А также Посмотреть другие мои видео Ссылки на которые Вы видите сейчас На своем экране Играйте в умные игры И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok